Здравствуйте, уважаемые гости! Компания Кодерлайн приветствует вас и поговорим мы с вами сегодня по маркетплейсам. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика Динес Гардашева Галина, и вы видите на экране сейчас наши контакты, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если по какой-то причине вам не удалось, например, досмотреть до конца или время проведения вебинара оказалось для вас неудобным, то вы можете немного позже, мы выкладываем запись вебинара на наш сайт, вы можете посмотреть его с сайта, но заодно посмотреть, возможно, вас заинтересуют какие-то другие материалы, обучающая информация. Так что милости просим к сотрудничеству. А теперь начинаем нашу встречу. Мы с вами поговорим о том, как работа с маркетплейсами организована в ERP, какие надо выполнить первоначальные настройки, чтобы активировать такую функциональность. Потом именно как создать маркетплейс и договора с ним. По поводу передачи маркетплейсу товаров на реализацию затронем тему и, естественно, возврат товаров комиссионерам, если вдруг ваши товары оказались непроданными. Поговорим, как оформить реализацию товаров и про документ отчет комиссионера. Это, собственно, ситуация с маркетплейсами, ну, как бы основной документ, который фиксирует результаты коммерческой деятельности по маркетплейсам. Ну и поговорим еще про взаимоотношения, оформление документов и про отчетность. Итак, начнем. Как будет построена наша сегодняшняя встреча? Нормативные материалы мы будем с вами смотреть на слайдах и будем параллельно переключаться на демо-версию ERP. Сейчас я переключусь на нее. Вот. И будем, так сказать, уже на практике пробовать ручками, так сказать, сделать те документы, про которые мы с вами поговорили теоретически. На самом деле маркетплейсы – это всем давно и хорошо знакомая комиссионная торговля. И начнем мы сегодня наш разговор немножко, так сказать, с истории балета и немножко теории. Сейчас что такое маркетплейс? На всех информационных ресурсах достаточно широко освещаемый вид продаж. И, собственно, сам по себе маркетплейс – это интернет-ресурс, который у нас предназначен для удаленной торговли, для удаленной купли-продажи и товаров, и услуг. Ну, то есть, соответственно, самый широкий спектр реализованных ТМЦ и, соответственно, услуг. Какого-то конкретного определения маркетплейса сейчас нет. Однако, в общем, так сказать, формате – это электронная торговая площадка, то есть на которой могут в режиме, как на витрине, выставлять свои товары. Но здесь нужно учитывать, что маркетплейс – это не интернет-магазин. Интернет-маркетплейс – это как бы посредник между магазином и конечным покупателем. И прелесть этого, в общем-то, инструмента в том, что большинство больших серьезных маркетплейсов, ну, например, Яндекс, Гудс, Озон, Валберис, они предлагают, кроме того, что они выполняют роль витрины, они предоставляют услуги хорошо организованной логистики. Почему, собственно говоря, и возникло такое широкое распространение этого вида торговли. И, соответственно, почему этот вид торговли оказался интересен и покупателям, и, собственно говоря, продавцам. Потому что сейчас, поскольку у нас достаточно много всяких санкций и в отношении транспортной доставки, то есть многим пришлось это менять, то вот эти вот маркетплейсы, в общем-то, предложили услугу, которой многие сейчас не имеют возможности воспользоваться. На самом деле интеграция между этими сервисами и 1С-ом тоже достаточно хорошо проработана. И, в общем-то, здесь есть разработки и хорошо известные, ну и сейчас, естественно, когда компания настраивает это дело под себя, самостоятельно не используя уже существующие. Есть достаточно известная разработка, которая используется и у Озона, и у других крупных маркетплейсов. Она, в общем-то, практически охватывает весь спектр вопросов, которые возникают, когда мы используем комиссионную торговлю. Но здесь есть одна особенность. То есть на данный момент эта разработка синхронизируемая с Озоном не имеет аналогов среди других маркетплейсов, потому что она простая и, в общем-то, решает все задачи. Но, к сожалению, если мы говорим про разные конфигурации, конфигурации 1С, то, например, бухгалтерия, ну, пожалуй, это одна из самых распространенных конфигураций, к сожалению, не поддерживает эту разработку, и поэтому в ней, в общем-то, немножко по-другому организовано взаимодействие с маркетплейсами. То есть там все документы, которые связаны с продажей товаров через маркетплейс, организованы как отдельное рабочее место, в котором собраны все вот эти документы. В ERP, в управлении торговли, в общем-то, в комплексной конфигурации немного другая организация работы с маркетплейсами, и мы сейчас об этом подробнее поговорим. Ну, во-первых, нужно иметь в виду, что возникли несколько новых аббревиатур, которые описывают, в общем-то, роли, которые играет маркетплейс в той или иной ситуации. То есть аббревиатура DBS, то есть это Delivery by Seller. Это значит, что при работе по такому сценарию маркетплейс используется как витрина, то есть он не берет на себя доставку и логистику. И эта часть остается за продавцом, и, собственно, продавец организует уже эту часть. ФБС, то есть Fullment by Seller, это маркетплейс, который предоставляет не только витрину, но и включает доставку товаров. То есть в этом случае продавец складское хранение, сборку заказов, передачу собранных заказов в доставку, берет на себя. И это, пожалуй, тоже один из самых популярных вариантов. И, наконец, аббревиатура ФБО – это Fullsillment by Operator. Иногда вместо оператора используется название маркетплейса, то есть, например, Ozon, Valberis, ну, то есть, соответственно, название маркетплейса. В этом случае продавец только размещает товары на витрине и устанавливает цены, а все остальное выполняет, в общем-то, маркетплейс, и по итогам продаж он составляет отчет комиссионера и, соответственно, перечисляет поступившую выручку и оформляет документы, которые закрывают транзакцию. А вот здесь вот есть для, например, упрощенцев два очень неприятных момента, про которые тоже много писали в разных и юридических, и аудиторских ресурсах, и которые надо будет учитывать. Мы про это чуть-чуть попозже поговорим. А сейчас подробнее посмотрим, что же такое за аббревиатуры, что под ними скрывается. То есть, если вы видели аббревиатуру FBI, то в этом случае ваша организация привозит товары на склад маркета, и хранение, то есть уже хранение на складе маркета, упаковка и доставка осуществляется за счет маркета. То есть вы видите вот пояснение каждому виду процесса. ФБС – это вы привозите готовые заказы, то есть вы сами занимаетесь их сборкой, и, соответственно, в этом случае уже маркет работает с готовыми заказами и фактически выполняет роль сортировочного центра, доставка и сортировочный центр. Ну, есть еще такой вариант, как экспресс. То есть в этом случае вы очень быстро собираете заказы и передаете их партнеру. Ну, например, если вы с Яндексом работаете, и в этом случае Яндекс гарантирует, что он доставит по городу в конкретно оговоренный срок, ну, например, там 1-2 часа. И ДБС – это, ну, практически, когда вам предоставляют только витрину, вы сами храните заказы, сами их упаковываете, сортируете, ну, и уже доставляете покупателям. Соответственно, такой интерес возник именно из-за возможности сэкономить на складских расходах, то есть вам не надо содержать склад, персонал и так далее. Возможность точной доставки, особенно в условиях, когда у нас по каким-то причинам, например, под санкции попали там перевозчики, транспортные компании и так далее. Ну, и, естественно, если это идет перемещение через границу, например, либо внутрь таможенный транзит, либо это доставка какая-то еще, но с пересечением границы, то в этом случае, в общем-то, маркетплейсы решают вопросы и логистики, и таможенного оформления, что очень удобно для некрупных организаций, для которых эти расходы, в общем-то, достаточно существенны. Но здесь на первое место выходит, в общем-то, правильность оформления документов, правильность заключения договоров и так далее. То есть, что мы в этом случае можем, должны делать? То есть, например, если у нас продавец это мы, то, во-первых, наша обязанность в этом случае доставить товары на склад. Следующая задача, соответственно, получается, что в зависимости от того, какой договор составлен с маркетплейсом, ну вот возьмем для образца Яндекс.Маркет, то, соответственно, его обязанность в этом случае будет перечислить оплату. Из оплаты Яндекс.Маркет, ну так же, впрочем, как и другие маркетплейсы, вычитает свои расходы и дополнительные расходы, которые были произведены для доставки. Ну, там какие-то могут быть сборы, пошлины и так далее. И подготовить вам отчет, согласно которому вы будете оформлять это в своей учетной системе. И, собственно говоря, документ, который дает вам возможность оприходовать как оказанную услугу, в общем-то, все действия, которые производил Яндекс.Маркет. Ну, то есть, вот схему, которую вы видите, используют, в общем-то, ну, большинство, наверное, предприятий. Но здесь, как я уже говорила, есть две тонкости, которые надо учитывать именно упрощенцам. То есть, упрощенцы, как вы знаете, это, упрощенка, это кассовый метод. И, соответственно, в этом случае у нас возникает такой момент. Если мы его не учитываем, то мы попадаем на, соответственно, штрафные санкции и все карательные мероприятия, которые связаны с занижением налогов. То есть, поскольку же движение живых денежных средств у нас не происходит, у нас происходит только движение документов, то, например, если вам маркет оказал услугу, ну, например, таможенного оформления, или оказал еще какие-то другие услуги, например, погрузоразгрузочные работы, ну, какие-то услуги, которые он для вас выполнил по вашей заявке. То в этом случае получается, что при поступлении денег Яндекс.Маркет выставляет вам счет и переводит деньги уже за минусом своих расходов. То есть, за минусом своего вознаграждения, за минусом услуг, подтверждающие документы, на которые он вам должен предоставить, ну, например, та же погрузоразгрузочная деятельность. И, соответственно, в этом случае упрощенцы, когда приходят в выручку, приходят в ту сумму, которая поступила на расчетный счет, забывая о том, что те услуги, которые им оказал маркет, плей-маркет, необходимо еще поставить на учет. То есть, 6-ти процентные упрощенки требуются эти услуги оприходовать в составе выручки, а 15-ти процентным, значит, кроме того, что они могут потом взять на вычет затраты на такие услуги, необходимо еще оформить поступление, то есть выручку за эти услуги. Если этого не сделать, то, соответственно, возникает занижение выручки и всех налогов. То есть, соответственно, возникает нарушение и налоговое правонарушение, и по учету, ну, в общем, возникает куча неприятных последствий. На это надо обращать особое внимание. Собственно, это не новость, это было, в общем-то, уже достаточно давно при обычной торговле комиссионной, когда идет, в общем-то, участники такого договора, это у нас комиссионер и комитенты. Соответственно, комиссионер представляет вам отчет комиссионера, который является основой для фиксации и выручки, и затрат. Ну, то есть, на это надо обращать внимание. Еще один момент. Что такое комиссионная торговля в нынешних условиях? То есть, это у нас обычная торговля через посредника. Плюс такой торговли в том, что в этом случае право собственности не переходит к посреднику. И, собственно говоря, заключается договор комиссии. Регулируется это у нас статья 990 Гражданского кодекса. Там есть подробная расшифровка понятия комиссионной торговли, договора по комиссионной торговле. И, соответственно, у нас в этом случае есть небольшие вариации. То есть, при комиссионной торговле, когда у нас есть комиссионер и комитент, сделки могут совершаться от своего имени за счет комитента, от имени комитента и за счет комитента. Ну, то есть, в этом случае нужно очень внимательно подходить к договорной работе. Собственно, при разговоре про маркетплейсы, маркетплейс это, собственно говоря, не агент. То есть, его можно рассматривать как комиссионер, как комиссионера, а продавцом, соответственно, комитентов, можно рассматривать конкретный магазин, где вы организовали свою торговую площадку. Собственно говоря, такой момент надо учитывать, когда магазин напрямую указывается в сделке, и именно маркетплейс уже ведет дальнейшие свои взаимоотношения с покупателями по реализации этой сделки. То есть, здесь, собственно говоря, все юридические основания у нас остались те же, которые действовали при обычной комиссионной торговле. И опять же, здесь все упирается в составление договоров. отражаются в ERP, как я уже сказала, операции через маркетплейсы немного по-другому, не так, как это у нас организовано в торговле. И для того, чтобы начать работать с маркетплейсами, во-первых, необходимо настроить такую возможность через нормативно-справочные документы, то есть, через инсы и администрирование, ну и, во-вторых, собственно, указать в этих настройках, на каких условиях вы будете эту деятельность осуществлять. Находится у нас для активации такого режима, и, как я уже сказала, есть раздел в инсы и администрирование, и, вот видите, у меня есть красное выделение, это интеграция с маркетплейсами. И второй момент, который нам надо учитывать, это у нас дополнительные уже тонкие настройки у нас есть в подразделе продажи, и, как вы видите, здесь тоже красное выделение, у нас есть продажи на озон, продажи на яндекс маркет, на самом деле, обработок, которые позволяют работать с разными маркетплейсами, достаточно много, есть интеграция с Валдберрис, хотя, допустим, на более крупных предприятиях свои айтишники, свои специалисты один из могут писать какие-то другие обработки в зависимости от настройки вашей программы, но здесь надо учитывать еще вот какой момент, что в принципе работа через маркетплейсы в общем-то предусмотрено для не очень крупных компаний, для которых естественно это очень неприличный так сказать рынок сбыта, для крупных компаний многие вещи могут оказаться не очень удобными, поэтому пишут собственные настройки, собственные обмены и так далее, то есть здесь основной вопрос касается уже заполнения карточек, синхронизация с карточками маркетплейсов и так далее, сейчас мы с вами переключимся на демо базу и вот эти два слайдика, что мы с вами только что посмотрели, посмотрим живую на программе, то есть вот он наш раздел НСИ и администрирование, здесь у нас собраны все настройки, которые есть, так сказать, грубые, которые активируют или наоборот дезактивируют возможность работать с разными дополнительными разделами, например, такими, как воинский учет, там и так далее, и соответственно НСИ и администрирование, здесь у нас есть блок продажи, то, что нас в первую очередь будет интересовать, и блок, про который мы с вами говорили, интеграция с маркетплейсами, если мы с вами переходим в маркетплейсы, то обратите внимание, проставление чекбоксов, то есть вот этих зеленых красивых галочек, у нас предусмотрено с Яндекс.Маркетом и с Азоном, то есть это, так сказать, включено в штатные возможности, и здесь уже проваливаясь по гиперссылке, мы с вами получаем возможность выбирать конкретные, у меня, например, несколько юрлиц при первоначальных настройках я задавала такую возможность, и, соответственно, я должна буду выбрать организацию, то есть юрлицо, которое будет работать с маркетплейсом, ввести номер компании, вот здесь мы, так сказать, вступаем на территорию юридического оформления, то есть прежде чем начать настройку в программе, мы с вами должны выполнить ряд определенных действий, то есть мы должны зарегистрироваться, например, на Яндекс.Маркете, создать личный кабинет, и после этого соответственно получить одноразовый пароль, то есть зарегистрироваться и создать себе, так сказать, рабочее место. Здесь у нас, как вы видите, ссылки и комментарии, то есть по тексту, который выделен синим, это гиперссылка, мы по ней можем сразу осуществить переход, ну и собственно технически нам необходимо, например, если мы говорим про Яндекс.Маркет, там зарегистрироваться, сделать там личный кабинет и получить пароль для входа. Сейчас мы вот это закроем, чтобы оно нам не мешалось, и абсолютно такая же ситуация у нас с Азоном, то есть если мы планируем через Азон реализовывать какие-то товары, то соответственно мы точно также должны выполнить настройки подключения, создать личный кабинет, ну и собственно говоря, ввести уникальный ключ. Вот эти операции лучше всего, конечно, если будут проводить ваши IT-специалисты, потому что в общем-то ни бухгалтера, ни другие работники обычно такой информации не имеют. После того, как мы настроили подключение к таким объектам, мы можем настроить обмены. Как я уже говорила, в более крупных компаниях, которые, например, у которых есть особенности с правами доступа, с разграничением именно уровней полномочий доступов, там будут более сложные настройки, поэтому лучше, если это будут выполнять специалисты, которые с этим постоянно работают и, скажем так, для кого эти слова не являются ругательными. Сейчас я это закрою. Как вы видите, гиперссылки у нас выделены синим, то есть мы можем туда переходить. и теперь после того, как мы выполнили, так сказать, административную часть балета, у нас стоит вопрос о том, как будут составлены договора. То есть в зависимости от договоров мы уже будем настраивать учет реализации перемещения товароматериальных ценностей для работы с маркетплейсами. собственно основная особенность, наверное, если можно так сказать, комиссионной торговли, торговли через посредников, это то, что при отгрузке таким партнерам у нас не переходит право собственности на товары. То есть мы учитываем такие товары на 45-м счете и собственно говоря у нас проводка в этом случае будет дебет 45-го кредит 41-го. То есть товары в пути. Но здесь нужно иметь в виду еще один момент. То есть на 45-м счете товары, которые отражаются при работе с маркетплейсами чаще всего моментом реализации признается отгрузка. То есть когда произошла отгрузка заказанного товара, в этот момент реализация считается осуществленной. То есть часто при составлении договоров может выпадать из вида промежуток, когда товар отгружен со склада, но еще не доставлен вашему покупателю. Опять же это зависит от того, как составлен договор между вами и как реализуют свои полномочия, свои обязанности маркетплейс. Теперь сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдам и интересовать нас будет немножко другой момент. То есть вот мы посмотрели те слайди, которые я вам показывала и теперь какой договор мы должны составить и завести в 1С, то соответственно мы должны учитывать, что чаще всего маркетплейсы это продажа уже конечным потребителям, то есть физическим лицам. Вот в этом случае маркетплейс и не комиссионер, и не агент по продаже товаров. то есть в этом случае он будет агентом только на тот момент, когда он принимает деньги от покупателей и переводит их ну либо магазину либо обратно, если покупатель например оформил возврат. Что у нас получается с вами в этом случае по учету? То есть в назначении договора мы собственно должно указать что это договор по отражению и реализации проданных товаров по дистанционной. Договор у нас будет иметь признак с покупателем, а вот контрагентом может быть ну либо созданные специально контрагенты безличные так сказать, то есть или физлицо или розничный покупатель и собственно можно ввести как название продажи например на Яндекс Маркете на Валберес ну то есть на маркетплейсе с которым вы работаете то есть ввести как название значит соответственно у нас здесь будет очень интересный момент это отражение выручки отражение выручки от оказания услуг по передвижению в этом случае вид договора нужно выбирать с покупателем ну соответственно контрагент будет это название того маркетплейса с которым вы работали и сам по себе договор будет на продвижение это мы отражаем с вами выручку по поводу расходов то есть если маркетплейс несет какие-то дополнительные расходы по договору на размещение вот в этом случае он уже будет выступать как поставщик то есть он оказывает эти услуги значит у нас вид договора будет с поставщиком в качестве контрагента мы выбираем маркетплейс с которым мы работаем то есть название вводим маркетплейс там например озон или валберис название договора лучше всего не писать просто основной договор и так далее а договор на размещение и дальше какие услуги он оказал конкретно то есть где он должен их разместить с какой периодичностью он должен например проводить обновления поднятия в рейтинге ну то есть те процедуры которые являются услугами маркетплейса и собственно говоря отражение расчетов то есть как будут происходить расчеты между вами и между маркетплейсом ну например валберис еженедельно призывает отчет комиссионера и соответственно в нем отражают и свои услуги то есть которые он оказал вам и если были оплачены от его имени какие-то услуги оказанные в ваших интересах то соответственно он должен указать и эти услуги и вот вид договора или название договора лучше всего в этом случае делать поручения на прием и перевод денег то есть конкретизировать что вы получаете деньги согласно вот такого договора в принципе это все уже достаточно давно отработанные технологии достаточно давно существующие договора так что здесь нужно быть только внимательным то есть где у вас будет договор с покупателем а где у вас будет договор с поставщиком потому что в зависимости от этого у вас появляется либо соответственно ваша выручка либо и выручка и расходы обращаю внимание это как раз то о чем мы поговорили в самом начале что если вы упрощенцы то вам надо учитывать что услуги которые вы оказали вы можете например при 15% не только взять в состав затрат но и отразить это должны как дополнительную выручку потому что маркетплейс эту услугу уже оплатил для вас то есть чтобы не нарваться именно на занижение выручки и на штрафные санкции то есть начисление налога штрафные санкции и так далее то это нужно обязательно иметь ввиду теперь чисто практические действия то есть в принципе самый удобный вариант это сначала сделать вклад маркета в своем справочнике сейчас мы с вами переключимся еще раз на демо базу и посмотрим где мы это можем сделать то есть разделе инсы и администрирование у нас с вами если например вы выбрали мультифирменный учет когда у вас несколько юридических лиц вы ведете в этой конфигурации то в этом случае у нас с вами появляется вот такой пункт организации соответственно у организации вы указываете структуру и вот в структуре так сейчас мы вот так сделаем в структуре у нас есть вот структура предприятия склады и магазины то есть в нашем случае мы например выбираем торговую деятельность склады которые относятся мы можем сделать оптовые склады можем розничные но при работе с маркетплейсами лучше выбирать вот такой формат видите я специально назвала склад маркетплейс и соответственно у меня в этом случае я задаю стандартные настройки они в принципе не отличаются от обычных которые мы делаем когда мы создаем склады только нужно внимательно просмотреть чтобы вы все настройки правильно внесли потому что например материально ответственные лица будут при формировании накладных или там документов которые сопровождают товародвижение естественно будут отражаться в форме документов в печатной форме чтобы вам не приходилось сручное редактирование применять лучше это заранее здесь задать и потом уже при выписке быть спокойным что все у вас будет отражено так как надо значит после того как мы создали маркетплейс склад нам нужно подумать как мы будем оформлять перемещение почему это лучше таким образом делать потому что в этом случае у вас товары которые вы планируете передать на маркетплейс или уже передали на маркетплейс будут обособленно и отражаться и соответственно вы будете их видеть значит сейчас мы снова переключимся на наши слайды так и собственно говоря после того как мы создали склад мы через документ перемещения товаров перемещаем на него товары которые мы планируем для работы с маркетплейсом в этом случае у нас с вами возникает проводка дебет 41 кредит 41 но со сменой мест хранения в общем-то здесь у нас тоже нет ничего особо нового то есть это стандартные документы ну естественно если при приемке обнаружены какие-то расхождения либо недостачи либо излишки то в этом случае необходимо оформить акт расхождения собственно говоря после того как мы сделали вот такую процедуру такую операцию вернее у нас с вами товары которые предназначены для работы с маркетплейсом в общем-то будут обособлены и теперь у нас возникает вопрос где такие документы мы можем сделать в ERP то есть у нас с вами сейчас мы снова переключаемся на ERP и здесь у нас с вами продажи вот мы выбираем и собственно в меню продажи у нас с вами большинство операций которые требуют отражения с маркетплейсами выделены в подраздел комиссионной продажи через агентов или комиссионеров собственно говоря интересует нас здесь еще один момент это общий журнал документов документы продажи все в этом случае мы вот таким образом переходим в общий журнал документов и по кнопке создать у нас с вами есть выбор вариантов то есть вот сейчас я например у меня открыт возврат документов то есть видите общая папка возврат товаров от клиента и здесь у нас идет возврат от розничного покупателя возврат товара от клиента то есть от оптового например покупателя возврат товаров через комиссионера и для разных версий для разных релизов конфигурации то есть мы соответственно можем выбирать тот документ который нам требуется такая же история у нас будет с документами перемещения. То есть вот сейчас мы с вами найдем передача товаров. Соответственно, передача товаров на комиссию. То есть это у нас с вами документ, который сопровождает отгрузку с нашего склада маркетплейс уже конкретному участнику этого процесса. Как я уже говорила, маркетплейсов у вас может быть несколько. Может быть тот же Сбир, тот же Озон, тот же Валберес. Ну, на самом деле их сейчас достаточно много. И реализация товаров. Когда у нас происходит реализация через маркетплейс, оформляем мы ее через документ реализации товаров. Этот документ мы составляем на основании отчета комиссионера. То есть в этом случае мы с вами оформляем вот так. У нас тут будет больший список. То есть реализация, как вы видите, у нас тоже достаточно большая. Большой выбор. То есть мы с вами можем выбрать реализацию через комиссионера, то есть товаров, пути. мы можем выбрать документ реализации. Сейчас вот я выберу документ реализации. И в этом случае у нас по виду операции мы можем уже варьировать, выбрать тот вид операции, который подходит к нашей ситуации. Ну и естественно, при выборе клиента и контрагента у нас должно быть соглашение, которое регулирует наше взаимоотношение. И после этого мы должны заполнить закладки товары. По доставке чаще всего в этом случае у нас будет с вами либо наша транспортная служба, либо перевозчика. Ну то есть в связи с тем, на каких условиях мы с ним договорились. И закладочка дополнительная. Вот на закладочке дополнительная, обратите внимание на нее, должна быть указана уже более подробная информация. Чаще всего возникают проблемы, например, неправильно указан на ГФУ, то есть группа финноучета расчетов. Соответственно, мы должны заранее подготовить группу ГФУ, которая соответствует такой ситуации. И, в общем-то, должны выбирать ее на закладочке дополнительно, чтобы были сформированы правильные бухгалтерские проводки. Обратите внимание, здесь же тоже также у нас маркируемая продукция выбывает или не выбывает из оборота. Но если вы работаете с маркировкой, то в этом случае, в общем-то, это документ реализации, и он фиксирует выбытие из оборота. Снова возвращаемся к нашим слайдам. Я вам показываю еще раз слайдик того, что мы с вами только что посмотрели. То есть это у нас раздел продажи, и по кнопочке продажи мы попадаем в общий журнал документов, и по кнопочке создать мы выбираем соответствующий документ для нашей ситуации. То есть либо передача товаров на комиссию, либо это уже реализация, либо это возврат поставщику. То есть возврат поставщику мы тоже здесь же можем открыть. У меня сейчас слайдик здесь есть. То есть вот реализация, которую мы с вами посмотрели только что на самой программе. Ну и, соответственно, если нас интересуют какие-то отчеты, какие-то конкретные документы, то мы можем с вами перейти в раздел продажи. Еще раз. Уже с вами сюда ходили. Продажи. И вот у нас есть блок комиссионной продажи через контрагентов. Здесь через агентов или комиссионеров. И здесь у нас основной документ. Это отчет комиссионеров. Вот, допустим, у меня есть уже сформированные отчеты. Ну, сам по себе отчет формируется стандартно. Здесь нет никаких особенностей, которые мы должны были учитывать. То есть это вот конкретные позиции, которые были реализованы. И на закладочке дополнительно у нас тоже, в общем-то, основной важной – это статья доходов и использование, допустим, статья расходов. То есть это то, что мы будем использовать при оформлении нашего договора в качестве и оплачиваемых. То есть это у нас может быть оплачиваемые услуги. Ну и, соответственно, это у нас будут еще и не только услуги комиссионера, но и если он произвел для нас какие-то действия и заплатил за них согласованные суммы. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. И вот о чем еще поговорим. То есть все документы, которые мы должны сформировать при работе с маркетплейсом, у нас укладываются стандартные, привычные, которые мы с вами уже используем достаточно давно. То есть это передача на комиссию в нашем случае. Это реализация проданных товаров и это реализация услуг комиссионера. То есть услуг нашего посредника. И, в общем-то, здесь больше никаких специфических услуг мы с вами не отразим. В отличие от бухгалтерии. В бухгалтерии, как я уже говорила, у нас документы, которые используются при работе с маркетплейсами и комиссионерами, выведены в отдельный подраздел, в отдельный блок. И, соответственно, ну, с какой-то стороны, наверное, это немножко удобнее, потому что у нас эти документы в ERP расположены в общем списке. То есть, как вы видите, здесь достаточно много других документов. В бухгалтерии это отдельный список, который не включает такой большой перечень. И вот в разделе продажи блок комиссионной продажи я хотела обратить ваше внимание на, соответственно, счета фактуры. Сейчас мы снова переключимся на этот блок, на наши демо-примеры. Так, выбираем блок продажи и выбираем счета фактуры, выданные комиссионерам. То есть, если вы находитесь на общем режиме, то, соответственно, допустим, зададим мы период с 1 января. Пусть он у нас будет по текущее число, например. Выберем какого-то комиссионера. Значит, здесь идет выбор. Либо это контрагент, сторонний контрагент, но чаще всего как крупные маркетплейсы. Либо это может быть, собственно, организация, через которую мы осуществляем комиссионную торговлю. Ну, мы выбираем сейчас с вами справочник контрагентов и, ну, выбираем какого-то комиссионера. И организацию нашу, юрлицо, которое будет с ним взаимодействовать от имени нашей компании. И, собственно говоря, значит, мы должны сформировать счет фактуру. Точнее, не мы, это нам должны передать комиссионеру ищут фактуру на свои собственные услуги. То есть вот про работу со счетами-фактурами забывать не нужно, потому что в большинстве случаев по договору, который у нас будет с нашим маркетплейсом, с нашим комиссионером, например, как я уже говорила в самом начале, есть разница. Выставляет, например, комиссионер затраты, которые он оплатил, либо от своего имени, в зависимости от того, как у нас оформлен договор, либо от вашего имени. То есть, соответственно, в связи с такой ситуацией мы должны очень внимательно относиться, во-первых, к нумерации счетов фактур, ну и, во-вторых, к формулировке, что у нас на основании чего выставлен счет фактура от вашего партнера, от маркетплейса, например. Еще один момент, что работа с маркетплейсами у нас, возможно, не только в качестве продавца, когда мы продаем через маркетплейс какие-то товары, но, возможно, ситуация, когда с вами работает, например, по закупкам какое-то юрлицо. И в этом случае у нас с вами в разделе закупки есть возможность также работать с маркетплейсами. В принципе, по закупкам мы не будем сейчас особо подробно обращаться, чтобы там, ну, как бы, смотреть эти материалы. Здесь вот еще, что нужно сказать, что кроме работы по комиссионерам, собственно говоря, у нас с вами достаточно подробная информация о состоянии, то есть какие у нас с вами остатки, какие другие происходили документы, то есть возвраты, например, какие-то еще что-то, находятся в личном кабинете. которые вы зарегистрировали на самых первых этапах, когда только начинали работать с этим комиссионером, с этим маркетплейсом. И у нас, в общем-то, здесь с вами существует сервис по обмену, но обратите внимание, здесь у нас в этом сервисе включены обмены по маркировке, которая используется. То есть у нас с вами свет ИС, ЕГАИС, ССМП, по обуви, там одежды и так далее. То есть обмены с маркетплейсами у нас здесь не поименованы. То есть у нас все, что связано с обменами, выполнялось при первоначальных настройках, которые мы с вами смотрели в начале нашей встречи. Но зато здесь есть возможность работать через заказ. То есть если маркетплейс, например, пересылает вам, формирует заказ от клиента, то вы можете по этому заказу, соответственно, если вы не передаете функции логистики, например, на маркетплейса, только используете его как витрину, то в этом случае вы используете заказ для формирования уже дальнейших документов. То есть вы загружаете к себе заказ и, собственно говоря, по нему можете уже формировать и товаротранспортные накладные, и электронные перевозочные документы, которые у нас в этом году уже приняты во внимание и, собственно говоря, достаточно широко используются. Кроме работы с электронными перевозочными документами, у нас, в общем-то, работает и блок отчетов по продажам, где у нас используются, ну, во-первых, основные бухгалтерские сведения, основные бухгалтерские расчеты и потом привычные уже отчеты, которые, в общем-то, используются во всех других разделах программы, то есть не только при работе с маркетплейсами, ну, то есть, как вы видите, есть отчет остаток, переданных на комиссию товаров для разных версий, и остатки, и состояние расчетов, ну, то есть, в общем-то, достаточно большой объем отчетов, которые стандартные, с которыми все знакомы давно. То есть, если подводить итог, что мы получили, так сказать, нового по работе с маркетплейсами, то можно, в общем-то, сгруппировать это таким образом. Сейчас мы с вами перейдем снова к нашим, вот так, перейдем снова к нашим слайдам, и, собственно, вернемся в начало, где мы с вами смотрели функции, которые выполняют при составлении договора комиссионной торговли другие участники. То есть, в этом случае у нас с вами вот такая красивая картинка, в общем-то, показывает весь спектр. То есть, если мы используем маркетплейс только как витрину, то у нас должны быть согласованы, ну, во-первых, карточки на номенклатуру, чтобы при электронном обмене не возникало сложности, дубли и так далее. Второй момент, мы должны, если мы используем только как витрину, организовать собственную логистику, то есть, соответственно, это будут и перевозочные документы, и все, что должно сопровождать перевозку конкретно вашего товара. Возможно, там сертификаты, возможно, еще какие-то документы. и, собственно говоря, самый интересный для компаний, естественно, вариант, это когда берется на себя логистика, то есть, не только витрина, но маркетплейс берет на себя доставку и логистику, то в этом случае нужно быть внимательными и контролировать документы, которые приходят к вам на перевыставленные услуги, то есть, чтобы вы не допустились занижения базы и, соответственно, неуплата налогов. Ну, собственно говоря, все остальное это уже комиссионная торговля, которая, скажем так, отработана достаточно давно, и, если не брать во внимание модное слово маркетплейс, то, в принципе, все операции тоже, в общем-то, давно хорошо известны, документальное отражение их достаточно тоже хорошо отработано. То есть, в нашем случае сложность может представлять первичная регистрация на маркетплейсе, создание личного кабинета и согласование карточек. Вот здесь хочу обратить еще ваше внимание на один момент, что в зависимости от того, с какой конфигурацией вы работаете, с ERP, например, или с бухгалтерией, будет, естественно, отличаться, как я уже говорила, интерфейс, то есть, функциональность, в общем-то, та же самая, а вот интерфейс будет разный. Бухгалтерия будет скомпонован в один пункт маркетплейса и комиссионеры, а в ERP и, например, торговли, это такой интерфейс, который мы с вами сегодня смотрели. А вот я хочу, к сожалению, у нас время уже подошло к концу, поэтому я вернусь к первой нашей страничке, к титульному листу и хотел бы напомнить вам наши контактные данные, то есть, наша электронная почта, наши телефоны и телеграм-контакты. И, собственно, пригласить хотел вас к сотрудничеству, потому что мы выполняем весь спектр услуг, который связан с программным обеспечением 1С и будем рады оказаться вам полезными, оказать какую-то помощь, например, во внедрении и в настройке программы, в разработке. Возможно, в вашем случае будет недостаточно настройок, если вы начинаете работать с маркетплейсами, будет недостаточно имеющихся настроек, обмена, и в этом случае мы с удовольствием окажем вам помощь и напишем для вас или разработаем конкретно индивидуальные обмены, индивидуальные доработки. Разрешите поблагодарить вас за время, которое вы нам уделили, за проявленный интерес. На этом компания Кодерлайн прощается с вами. Хорошего вам дня, всего доброго. Продолжение следует...